Привет! Меня зовут Матсула, и я старший пастырь Церкви Слова Жизни в Москве. Я родился в Швеции, поэтому шведский язык – это мой родной язык. Но потом моя семья переехала в Норвегию, и норвежский – это, в принципе, мой первый язык. Но я тоже говорю по-английски и по-русски. И когда мы решили открыть этот лидерский подкаст, мы думали, на каком языке. И мне чуть легче выражать себя на английском языке. И кроме этого, мы тоже знаем, что есть люди из других стран, люди, которые не говорят по-английски, которые смотрят наши видео. И поэтому мы решили сейчас сделать это на английском языке, чтобы это больше доступно. Всем добрый день! Добро пожаловать ко мне домой! Сейчас нахожусь у себя дома в Москве, и это мой офис. Здесь я готовлюсь к встречам и проповедям, планирую работу в Церкви и провожу время с Богом. И я рад, что мы можем провести вместе время с вами. И это первый выпуск нового проекта «Лидерский подкаст», который мы начали делать в Церкви. Мы захотели делиться с другими лидерами и пасторами опытом, который у нас есть, и тем, что Господь делает здесь. И мы хотим вдохновить вас делать то, к чему Бог призывает вас. Время от времени мы будем выкладывать видео на разные темы, и я буду делиться своим опытом как пастор и как лидер. Мы живем в мире, который очень-очень быстро меняется, и я верю, что мы, как никогда, можем учиться друг у друга и помогать друг другу открывать важные моменты лидерской работы. Мы не руководим бизнесом, не управляем спортивным клубом, мы ведем Церковь, и нам нужно понимать, что Бог говорит нам в этом вопросе. Как мы можем быть хорошими, эффективными, как мы можем быть лидерами в 21 веке, следуя примеру Христа. И это первое послание, которое я хочу поделиться, в рамках подкаста я назвал «Смотри на жатву». И здесь я имею в виду следующее. Когда мы смотрим на жизнь Христа и спрашиваем, что же было главной движущей силой в его жизни? Что двигало им делать то, что он делал? Мы можем вспомнить много вещей, как Иисус коснулся более-менее каждой сферы жизни, но в то же время я верю, что самым правильным ответом было бы то, что основной двигающей силой в жизни Христа было спасение людей, спасение этого мира. Вот почему он пришел и сказал. Он говорил об этом очень много раз в Луке 19 глава, после того, как он пришел к Захею, и сказал, в Луке 19 глава 10 стих, «Ведь Сын человеческий пришел искать и спасти погибшее». Это была причина. Я пришел отыскать и спасти. И я верю, что для нас, лидеров, это так важно быть, как Иисус. Если это было Его основной двигающей силой, это должно быть и моей в первую очередь. Я обнаружил за годы служения в разных церквях, что есть много разных вопросов и сфер, в которых лидеры должны быть задействованы. Мы много говорим об отношениях, что, конечно же, важно. Мы говорим о семье, о вопросах финансов, Божьих благословениях, в финансовой сфере. Было так много тем во время жизни последних нескольких поколений. И мы, будучи харизматами, можем много сказать о движении Духа Святого, дарах Духа Святого и прочее. И много можно сказать по другим вопросам. Я понял, что у каждого лидера есть своего рода соблазн может фокусироваться больше на служении, что для нас удобнее, чем вопрос евангелизации и сбора урожая. Потому что проповедовать о завоевании душ и вести церковь по этому курсу может быть вызовом. Часто мы хотим расти больше, чем расти на самом деле. И мы можем чувствовать, что люди устают от этого. И может быть интереснее и привлекательнее, когда я говорю о том, что Бог любит тебя, что ты прекрасный человек, Бог хочет благословить тебя, делать хорошие вещи для тебя и дать тебе семью. Поймите, в этом нет ничего неправильного. Так должно быть на самом деле. Это вопрос есть в церкви и служению любого пастора. Но в то же время есть своего рода основополагающая сила, основания моего служения, главная движущая сила в моей жизни, то это должно быть то, что церковь здесь для сбора жатвы. Христос умер ради спасения человечества. И каждый человек в обществе сейчас на пути в вечность. И единственная надежда, что кто-то расскажет ему об Иисусе. И я верю, если мы как лидеры поймем, что да, это наш приоритет в служении, тогда Бог благословит все остальные сферы. Я также думаю, что другие сферы, знаете, когда я говорю сотням людей вещей, будет проще найти свое место в церкви и в нашем призвании. Потому что, когда мы смотрим на Христа, Он говорит нам о многих других вещах, Он говорит много о финансах, говорит много об отношениях. Мы знаем, что Он исцелял людей, Он помогал им в разных сферах жизни. Но мы отчетливо также видим, что Он всегда двигался к вечности. Его фокус был всегда на Боге, на небесах, вечной жизни каждого человека. И когда Он умер на кресте, Он умер ради спасения, чтобы люди не были потеряны, но могли быть с Богом вечно. И если мы смотрим на Него и на то, как Он относился к ученикам, как работал с учениками, тогда мы можем четко увидеть, что это то, каким Он хотел, чтобы они были. Он следовал за Ним повсюду. Но когда мы смотрим на моменты, когда Он говорил им прямо, когда Он учил их, когда Он бросал им вызовы, мы вновь и вновь видим, как важно было для Христа, чтобы они действительно приняли то же мышление, которое было у Него. Например, когда Он приходит... Это одно из самых моих любимых мест Библии, это Иоанна 4 глава, когда Иисус разговаривает с женщиной из Самарии. Он говорит Своим ученикам следующее в 35 стихе. «Не говорите ли вы, что пройдет четыре месяца и наступит жатва, но оглянитесь, говорю вам, посмотрите на Нивы, они побелели и созрели для жатвы. Поднимите свои глаза». И у нас может быть соблазн, у каждого из нас, что мы опускаем наш взгляд и видим только то, что рядом. Мы, как, например, я, мои коллеги, церковь и люди там, о которых я забочусь. И знаете, у них есть нужды. А потом приходит Иисус, Он как будильник, и в определенное время подталкивает нас и говорит нам, «Ребята, давайте, оглянитесь, не будьте озабочены только тем, что окружает вас, не будьте озабочены тем, что происходит внутри церкви. Есть целый мир там, снаружи, и он готов для жатвы, и я умер за церковь». И это своего рода вызов. Я верю в это то, что нам очень-очень важно получить как лидером. Как я сказал, можно быть очень популярным, когда ты говоришь человеку, «Какой ты прекрасный», а потом говоришь, «Давай, тебе нужно делиться Евангелием с окружающими». Для нас это может быть удобнее проводить семинары для людей в церкви, чем бросать им вызов, что нужно жить жизнью ловца людей. Но не мы решаем это. Мы должны быть как Христос, и мы должны иметь Его сердце в этом вопросе. Он бросал вызов ученикам осмотреться и увидеть жатву. Посмотрите на город, посмотрите на деревню, где вы живете, и увидите каждого человека. И поймите, что все они, каждый находится на пути в вечность. И они готовы. Они готовы для жатвы, если вы просто готовы идти к ним. Никто не любит будильники. Все ненавидят будильники. Но будильники спасают нашу жизнь каждое утро. Нам нужно вставать. И мы, как пасторы, должны быть такими же будильниками для церкви, как Христос был для своих учеников. В другом известном месте Писания, в Матфее, 9 глава, Иисус сказал ученикам, «Жатвы много». И это так похоже на Него, вселять веру, что жатвы много. Мир огромен. Есть люди, которые не слышали еще о Христе. Жатвы много. Не замыкайтесь только на своем здании. И также, тем же самым путем, Он учил своих учеников, чтобы они держали такой образ мышления. Другой способ, как Он обращался к ним, Он всегда призывал их ломать границы в их жизнях. Он толкал их на свершение того, чего они не делали ранее. В Иоанна 4 глава Он говорит женщинам из Самарии, что для них стало настоящим шоком. И потом мы знаем, как Иисус пошел к людям, с которыми они никогда не общались. Он вошел в дом Закея, Он вошел в дом Матфея. Как в доме Матфея сказано, что Он ел с грешниками и сборщиками налогов. И, конечно же, для учеников это было шоком. Они, как верующие иудеи, они не делали подобных вещей. А Иисус всегда подталкивал их к пересечению границ для открытия мира, который был вокруг. Он прекрасен. Есть люди, которых вы никогда не встречали, не видели. Вы не можете зацикливаться только на общении с двенадцатью. Даже если это общение, и оно очень важно, Он всегда приводил их в новые места. Я, кажется, понимаю, что ученики уставали. «Да ладно, Иисус, Ты продолжаешь приводить нас в новые места, все так же бросаешь нам разные вызовы». Да, потому что Иисус знал, «У меня есть три с половиной года, я должен бросать вызов их образу мышления, чтобы они действительно понимали, как много людей во мне». Они готовы верить, принимать, чтобы наладить контакт с ними. Чтобы наладить контакт с ними. Потому что, как и Иисус, Он ел в доме Матфея, и там сказано, что там Он ел с грешниками и сборщиками налогов. Это не просто история, это урок. Это урок для учеников. Иисус сделал это, чтобы научить их. Это такой стиль лидерства. Вы должны, вы должны приносить церковь в те места, которые вы исполните свое предназначение. И еще одно, это отношение Иисуса учеников, которое, возможно, как ничто другое объясняет. что было главным фокусом в жизни Христа. И это последние слова, которые Он говорит им. Я знаю, вы хорошо знакомы с этими вещами, но давайте вспомним, что Он сказал. Матфея, 28 глава, последние стихи, согласно тому, что написал Матфей. «Идите и сделайте себя Моими учениками». И затем Иисус ушел. «Идите». Это последние слова. «И сделайте Моими учениками». Это последнее появление. Согласно Марку, последнее, что Он сказал ученикам в Марка, 16 глава. «Идите по всему миру и проповедуйте благую весть всему творению». И затем Он ушел. Вау! «Идите по всему миру и проповедуйте благую весть». Это последнее появление, согласно Марку. То же самое в книге Луки и Деяния 1, 8. Иисус сказал, «Но вы обретете силу, когда снизойдет на вас Дух Святой и станете свидетелями Мне в Иерусалиме, Иудее, в Самаре и даже до края земли». И затем Он ушел. Согласно тем, кто писал Евангелие и книгу Деяний, мы видим так явно, что Иисус оставил им. Он оставил им эти слова. Итак, ребята, моя работа выполнена. Теперь вы должны идти. И далее, хотя есть много вещей, которые должны происходить в церкви, конечно, все то, о чем я упоминал, должно говориться. Мы должны помогать людям расти. Мы должны учить их вещам, которые написаны в Библии. Но если мы потеряем этот аспект, мы теряем цель, и церковь становится чем-то иным, чем она не должна быть на самом деле. Церковь должна всегда, даже если мы не видим большого роста, мы должны поддерживать это. Мы соль и свет этому миру. И последнее, что сказал нам Иисус, так это то, что мы должны делиться Евангелем, благой вестью, любовью Божьей с людьми вокруг. И когда я учу о лидерстве, я часто использую примеры. Я думаю, все мы это делаем. Разные истории известных людей, например, бизнесменов. Я люблю говорить о великих людях прошлого, спортсменах, у которых есть очень много хороших уроков. Но я не должен быть похожим на них. я должен быть как Христос. И люди в церкви, они также должны видеть Христа во мне. Я должен быть лидером, каким был Он. И Он был движим этой невероятной любовью к грешным, к тем, кто потерян. И это должно всегда быть впереди в моем служении. Я не могу быть просто мудрым, веселым, или использовать много различных цитат в таком современном стиле. Это все, конечно же, здорово. И вы можете и должны это делать в вашем лидерстве, но в то же самое время они должны видеть во мне то, что ученики видели в Христе. Пылающую любовь к миру, страстную любовь к грешным, сострадание, чтобы нести Евангелие людям. Тогда, я думаю, мы можем походить на Христа в лидерстве. И мы в наших церквях должны, конечно же, учить об этом. Мы должны проповедовать об этом. И я знаю, не всегда легко поднимать этот вопрос. И может, будет мысль, о, люди не хотят слушать о евангелизации. Но Бог может дать вам определенную креативную перспективу, чтобы вдохновить людей и показать им не бремя, но прекрасный, божественный, священный вызов. Много раз в нашей церкви мы брали определенные периоды, когда мы фокусировались на том, проповедовали об этом, потому что чувствовали, что мы должны зажечь это вновь, вернуть сострадание, откровение, кто бы мы ни были, где бы мы ни были, мы ловцы человеков. И когда мы сделали это, мы увидели огонь, который зажигается в сердцах людей вновь. И потому что, если я что-то, чего я боюсь, может, может быть, боюсь неправильное слово, но это что-то является вызовом. Мы никогда должны потерять то желание достигать людей, не должны оставлять церковь. Мы должны быть церковью, которая продолжает распространять любовь Бога и Евангелие. В наших проповедях и в наших учениях, разумеется, в наших молитвах, мы молимся вместе в церкви, часто на коленях, мы молим Бога, мы молим о жатве, молимся за любимых, молимся за Москву, молимся за миссионерские поля. Бог — это время жатвы. Молимся, чтобы Твой Дух двигался в сердцах людей, открывал двери, чтобы Твой огонь горел внутри нас. И Бог также ответит на эти молитвы. И в конце концов, это должно проявляться и в том, как мы видим церковь в этом направлении, в организации, которая у нас есть. Мы можем отвечать за многие вещи, служить людям, вдохновлять членов церкви, но также важно иметь евангелизационные мероприятия. Альфа-курс — прекрасный тому пример. Евангелизационные встречи, домашние группы, где не только члены церкви, но и приглашенные люди, не спасенные люди, и далее можно продолжать. Есть много чего мы можем делать, и Дух Святой может дать нам правильные идеи для церкви и для города. И в конце позвольте закончить следующим. Ваша церковь должна быть раем для приходящих. Ваша церковь должна быть приятной для посещения в первый раз. Те, кто ни разу не был неверующий, они приходят в первый раз. На них не должны прыгать с криками «О, неверующий, ты должен спастись!» Это может навсегда отпугнуть их от церкви. Но нам нужно тепло приветствовать каждого, уделять им внимание, дать понять, что они важны Богу, что они важны для нас. И если они покаются на первом служении, прекрасно. Но если нет, ничего, пусть Бог благословит вас, будем рады видеть вас в следующий раз. И они придут к Богу, когда они будут готовы. Делайте, что можете, будьте щедрыми, накормите их, купите им кофе. Не знаю, какая у вас есть возможность, но я думаю, что нужно делать так. Наша церковь будет раем для тех, кто пришел впервые. И позвольте закончить одной историей. Когда я был, церковь, из которой я родом, и в Норвегии, где я был молодежным пастором, у нас было какое-то мероприятие. Я не помню, какое, но у нас оно было. И мы пили кофе, чай. И вдруг появляется журналист из местной газеты, из той газеты, которая писала про нас очень-очень неприятные вещи. И мы все очень напугались. Зачем он пришел сюда? Что он сделает? Будет ли он писать о нас? Он пробыл там весь вечер. И когда уже все закончилось, я подошел к нему и поговорил с ним. И он сказал мне, «Это опасное место». Я испугался. Что подразумеваешь, ты под опасным местом? Мы совершенно не опасные. А он сказал, «Опасные в том плане, что я не хочу уходить домой. Мне нравится здесь. Вы такие добрые. Тут такая прекрасная атмосфера. Вау! Я хочу быть в этой церкви». Разве это не прекрасная история? Вот как должно быть. Мы должны думать, а каково это посещать нашу церковь в первый раз. И чем больше мы делаем, тем легче будет членам церкви приводить людей, друзей, родных, которые они встречают на улице в церковь. Итак, это был наш первый подкаст. Смотрите на жатву, фокусируйтесь на том, чтобы быть лидером, как Христос. И тогда я верю, что все эти сферы, которые также важны, они проще станут на свои места. Итак, если вы хотите, ставьте лайк на этом подкасте, и вы сможете подписаться на нашем сайте в будущем. И я очень жду следующей встречи в таком же формате. Пусть Бог благословит вас во всех ваших делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова